Добрый вечер, девочки мои! Сегодня была целый день занята. Монтировала видео. Ой, на письма там отвечала. В общем, короче, начинаю новый влог. Иду за Настей в садик. Ещё надо нам зайти сегодня на почту. Пришла посылочка Василёк. Скоро будет Василёк. Только не знаю, когда я его сниму, потому что в этот влог я буду снимать там, что сегодня завтра, завтра суббота у нас. Настя целый день будет со мной. На тренировку я её отведу, заберу. И записалась я на стрижку на завтра как раз таки. Пока она будет тренироваться, я подстрелюсь. Вот. А воскресенье у нас торжество. День рождения будем отмечать уже в воскресенье со всеми гостями. Дочка там арендовала там что-то. Аниматоры будут. В общем, гости, дети и всё такое. Вот. Я не знаю, даже я не знаю, вообще, что загадывать, да, как я буду снимать. Я сегодня, в принципе, не планировала снимать уже вечер. Потом думаю, ну, люблю уж я идти в садик и поболтать с вами по дороге. Видишь, здорово, да? И вам тоже, наверное, нравится. Так, что-то мне кажется, что я не очень чутенько. Или мне так кажется, не знаю. Вот. Так что, чуть-чуть сегодня сниму. Завтра тоже поснимаю что-то. А воскресенье я не знаю. Я, может, отдельным влогом сниму. А может быть, чуть-чуть поснимаю. Дочка все равно будет снимать там все. В общем, помимо дочки там еще блогеры будут. Так что, будут все снимать, я так думаю. Вот. В общем, короче говоря, так, сейчас я посмотрю, четкое или нечеткое. Вроде бы нормально. Ладно. Короче, идем. Идем. Сейчас забежать за Настей, забежать на почту. Завтра тоже с Настей туда-сюда забежать. Уже забыла, что я заказала в этой посылке. Нет, что-то помню. Половина помню, половина не помню. Ну, ладно. Это можно заглянуть в заказик посмотреть. Прохладненько, хочу сказать. Это единственное хорошо, что нету ветра. Ветерочек такой слабенький-слабенький, поэтому не холодно. Но я уже, видите, вот под горло застегнулась. Если бы был ветер, то все. Уже куртку можно было бы смело одевать. И все. Ну, пока так, нормально. Ладно. Все. Мочу, мочу дальше. Всем привет! Ты что кричишь на всю улицу? Вот. Я хочу вам сказать очень крутую новость. Я научилась делать бантики. Я вам расскажу, как я научилась. Вот один раз мы были в станице, и там мы развязывали и завязывали папе бантики. Моя сестра умела, а я нет. Потом, через время, когда я еще не умела, папа потом мне показал, и сказал, что уже пора. и потом мне папа показал, что надо делать, как-нибудь там завязывать, показывать, а потом вот так сделать. И я сегодня в садике попробовала, у меня все вышло. Ну вот, наконец-то. Хорошо. Да. Поздравляю тебя с этим. А еще я хочу вам сказать, что мы уже подготовительная группа. А до этого ты была не в подготовке? нет. С сегодняшнего дня, что ли? Нет, не сегодняшнего, да? Но я уже подготовительная. Я через год пойду в школу. И уже мне не хочется. Ой, глянь, какие большие цветочки. О-ба, о-го. Смотрите, какие. Они и пахнут тоже, да? О, какие цветочечки. О, растут прям, стелятся. И вот. Так что, эм... подниму там, подниму там, подниму там, подниму там, подниму там. И вот. И... Я через год пойду в школу. Мы уже... Кстати, учим наш танец. и... Учим танец для зимы. Ой, для... Какой зимы? Осенью. А, День воспитателя, точно. Осенью, зима. Все перечислили. зима. Ну, для день воспитателя, потому что у нас через два дня, представьте, что будет. эм... этот... День воспитателя. День воспитателя. Ну, а мы... Ну, а нам пора заканчивать. Потому что мы идем через дорогу, поэтому мы пока что выключаемся. Всем пока-пока! А что пока? Может быть, мы еще дома поснимаем. Лишь нельзя. Ну, всем пока-пока. Ты любишь, да, здороваться и прощаться, да? Ну, ладно. Мы с Настюшей решили покушать арбузик. Вкусный арбузик, Настя? Я сейчас тоже буду кушать арбузик. Смотрим смешных котят. Смешных котиков, смешные видео смотрим, да? Всем доброе утро, девочки мои. Проснулась я день следующий. На улице еще темно. Я проснулась с полпятого, но сейчас вот время уже без двадцати шесть, но все равно на улице темно, ветер и дождь, поэтому я вам не показывала, что на улице. В общем, пью кофе, сижу, думаю, что мне приготовить сегодня. Сегодня Настя у меня целый день, за исключением тренировки. Тренировка у меня будет сейчас до четырех, а на час еще я записалась на стрижку, но там рядом пять минут пройти, и рядом салон. В общем, время занять не буду, поэтому я сегодня закололась, что-то я заросла, вот, знаете, так бывает, нормальная-нормальная стрижка, потом в один прекрасный день глянешь, но что-то заросло. Короче, надо стрижься. так что, так что я сейчас сижу, раскачиваюсь, пью кофеечек, дома уютненько, спала сегодня с закрытой форточкой, потому что холодно, а в окно выглянуло, там вообще ужас какой-то творится, я не знаю, может, куртку уже одевать теплую, но посмотрим, одевать, не одевать, посмотрим, что я потом уже, распогодится, хотя сегодня дождик передавали. Ладно, в общем-то, я-то думаю, наверное, я потушу сейчас капусту, у меня там осталось немножко колбаски, на оливье я покупала, и вот я сделаю тушеную капусточку с колбаской, пока, ну, а потом, по крайней мере, это мы покушаем в обед, наверное, я думаю, Настя придет уже позавтракает дома, вот, ну, а что потом я буду готовить, будет видно, в общем, истрижка у нас сегодня придвинется, я надеюсь, ничего не сорвется, ничего не изменится, вот, в общем, короче говоря, такое вот утро, пока раскачиваюсь, пока пью кофеечек, наливайте тоже кофе, вот такое вот утро, все, сейчас кофе допью, и начну готовить, а еще почитала я вчера вечером комментарии, и у меня там спрашивают, где я купила, вот этот вот, все время хочу тетрис сказать, но это джойстик, да, по-моему, джойстик называется, подарок Денни, который я купила, где я его купила, в горизонте, девочки, я сейчас, вот если поеду в горизонт, я сама буду блукать и искать, я помню, что я его купила на островке, я даже не помню, это первый этаж был или второй этаж, мне кажется, если я не ошибаюсь, недалеко от H&M, вот этот магазин, по-моему, там недалеко, где-то вот в проходе, такой островок, я остановилась, смотрю, там вроде что-то детские, какие-то вот там игрушки, или что-то там продают, я увидела сразу на витрине вот эти джойстики, я подошла, поинтересовалась и купила, сейчас, если я туда поеду опять, я вам говорила, что я там блукаю, я там не ориентируюсь, вообще, где север, где запад, где юг, там такие коридоры, вот, в общем, могу сказать, в каком магазине, это не магазин, это островок, на островке где-то купила, вот теперь надо будет, если поехать Насте покупать, надо будет еще найти это дело. Ну что, девочки, я уже начала капусту делать, на сковороду лук положила, сейчас чуть-чуть его, немножечко обжарю, на растительном масле, пока там лучок обжаривается, сейчас быстренько капусточку надо покромсать, вы, конечно, уже знаете, как капусту эту тушить, многие из вас знают, но, я, например, когда у бабушки училась варить борщ, у бабушки очень вкусный борщ получался, у моей мамы не очень вкусный получался, мне хотелось научиться, как бабушка моя делает, я ее раз 50, наверное, спрашивала, каждый раз, приготовлю, что-то не так, я опять у нее спрашиваю, думаю, какой-то есть нюанс, какой-то есть секретик, почему у нее получается такой вкусный, и, в общем, в конце концов, я научилась уже готова, потомка бабушка, и меня мама просила, приготовь, говорит, борщ, у тебя вкуснее получается, говорит, чем у меня, вот, так что, повторение, мать учения, так, сейчас я быстренько капусточку нарублю, и продолжим, теперь я вот на сильном огне, в общем-то, капусточку переворачиваю почаще, чтобы она подрумянилась, крышкой закрывать не надо, вообще, можно только в конце уже, когда, ну, перед выключением, за 5 минут, а так, нужно, чтобы она не была, слишком много влаги, вот так вот, румяненькая уже чуть-чуть видно, да, вот, ну, когда она уже в почти в таком состоянии, потом, сейчас уже можно добавить туда, соль, перец, лавровый лист, колбаску можно кинуть, и потом томатиком уже залить, все, теперь я все закинула, и можно теперь убавить мощность, и закрыть крышкой, и чтобы оно потушилось, еще минуточек 5, в принципе, капуста почти готова, а вот и утро, вот и рассвет, так, на улице 11-12 градусов, ветер вроде бы утих, дождик тоже перестал, вот, ну, в общем-то, свежо, свежо, что я могу сказать, небо пасмурное, прям, а вот там где-то, я смотрю, вроде как облака заканчиваются на горизонте, это тучки тут у нас, ну, посмотрим, вроде должно быть сегодня, с прояснением, облачно, ой, такой свежий воздух после дождя, прям, люблю, люблю, а деревья уже желтеют, я смотрю, прям, конкретно, каштаны, в первую очередь, расцветают, и в первую очередь, желтеют, топали, еще ничего, так, держится, вот и утро, 7 часов утра, всем привет, давно не виделись, и, ну, сейчас мы идем на тренировку, сегодня у меня бабушка с садикой не забрала, сегодня мы с ней целый день, и мы идем на тренировку, сегодня погода солнечная, такая без осадков, теплая, теплая, да, девочки, погода тепленькая, вроде бы, ну, так ветерок дует, но вроде бы нормальная, хотя мы еще не вышли на ветер, сейчас как подует, так и замерзнет, но не должны, вроде бы нормальная, ох, ветер какой сильный, ну, вот я подстриглась, смотрите, сзади, тут как раз большое зеркало, хорошо видно, немножечко сделаю, чуть-чуть по другую форму, ну, и здесь обучились, все, побежала я дальше, девочки, а погодка-то распогодилась, стало жарко, я даже кофту сняла, в общем, у меня еще полно времени, сейчас только вот, было два часа недавно, начало третьего, а тренировка будет до четырех, поэтому я сейчас заскочу в магазин, что-нибудь прикуплю, и пойду, побуду дома немножко, отдохну, и потом поеду уже за Настю, забирать Настю, вот, ну, сильно по магазинам шататься не буду, мне ничего особо не надо, побежала я, девочки, шла-шла, и пришла в фикс прайс, ну, я пришла за вот этой вот кашкой, яблочко, виноград, ну, изюм, да, и вот абрикос, так, стоит уже 7 рублей 10 копеек, но ничего страшного взяла, ну, и тут посмотрела Насте, какие-нибудь вкусняшки, а то она у меня без вкусняшек просто жить не может, кое-что взяла, взяла вот эти мини круассанчики ей, вот это такие мягкие, как мармелад вроде на ощупь, попробую, и вот такой штрудель с абрикосом, ну, пусть будет, у меня йогурт дома есть, в общем, будет ей полдник, пока время есть, немножко посмотрю, что тут есть хорошего, пока так вроде нет, но я, честно говоря, не на цели, вообще даже не думала сюда заходить, я думала зайду, и может быть, ну, кашку только купить хотела, больше ничего не хотела, нет, что-то еще я хотела, так, надо быстренько-быстренько вспомнить, ага, так, я мешочки взяла, что-то тут мне из этого нужно было, где, 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 в общем, то, что вспомнила, взяла, еще взяла, салфеток набрала, короче, влажная туалетная бумага, салфетки очень удобно, руки протереть, стол протереть, вообще, поставить, помните, чтобы не бегать за тряпкой, ну, вот это, для интимной гигиены, взяла тоже, вот это, в общем, в общем, все, бегу, убегаю, время поджимает. все, мы занимались, вернее, Настя занималась, едем домой, погода-то, смотрите, какая солнышко, небо чистенькое, все, все, она занималась от души, три часа, да? два часа, два часа, ой, не два часа, две тренировки, три часа, я занималась, черлидингом, и хореография, мне больше, хореография понравилась, потому, что мы там, так, шпагаты не делали больно, там почти, не знаю, только шпагаты, 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 ну, все, едем домой, я вот сейчас смотрю, просто, так хорошо на улице, так классно, небо какое-то, а? Ты, что, банан съела, теперь уже не спешишь домой кушать, да? Когда было лето, мы купались в бассейне, а потом, когда мы собирались выходить из бассейна, все, все, изна, наши одногруппники посмотрели на небо, и все сразу сказали, ох, какое розовое небо, как бабушки написано. А, ясно, ну, ладно, давай сейчас чуть-чуть покатаемся и домой, я кушать хочу. Доброе утро, девочки мои, ой, какой сильный ветер, на улице 13 градусов, морозит дождь, небо пасмурное, хотя там на горизонте, я смотрю, в Атайске, вроде как светит, чуть-чуть солнышко. В общем, такая вот у нас сегодня погода. Мне интересно знать, бабье лето вообще будет сегодня, не сегодня, но в ближайшее время, или не будет оно вообще. Ой, как зябкая на улице, фу, нехорошо, прям, некомфортно, я даже не знаю, что сегодня одевать, сегодня нужно будет идти на день рождения, на торжество, доставать куртку или нет, в общем, не знаю, посмотрим. Вчера Настя с вами не попрощалась, потому что Настю мама пришла, забрала раньше, чем мы ожидали, в общем, как-то без предупреждения, раз, зашла, а мы смотрели как раз фильм, мы вчера с Настей посмотрели полнометражный мультфильм «В поисках Нема», «Подводный мир», там рыбки, в общем, ну, такой вот интересный, Настя смотрела с интересом, мне отвлекалась, даже мне тоже понравилось, потом мы включили какой-то фильм, и, в общем, мы его только начали смотреть, мама пришла, забрала, поэтому она с вами не попрощалась, но ничего страшного. А сегодня я уже собираюсь, вот уже дню рождения, утром искупалась, голову помыла и вот уложила уже по-своему стрижку мою, можете посмотреть, как-то вот так она мне вчера делала, вот так вот, ва, как хорошо, так, да, как лежит, о, ну, в общем, как-то так, в общем, как-то так, самое главное, освежила, облегчила, и уже, и хорошо я прям себя сразу чувствую, такой стрижечкой, вот, что я хочу еще, девочки, вам сказать, да, я хочу еще ответить на некоторые вопросы, мне в комментариях там уже ряд вопросов выстроился, и хочу вам сейчас уже по случаю поотвечать, потому что на некоторые вопросы я не могу дать развернутые ответы, ну, например, такой вопрос, почему вы покупаете в пятерочке, а не в магните, там, не в ленте продукты, да, ну, я вам хочу сказать, что это я не рекламирую пятерочку, но вот раньше у нас был магнит-магазин, пятерочки еще не было, я покупала в магните, я даже в этом магните работала, но потом, когда появилась пятерочка, открылась новый магазин, и я пошла туда, и увидела, что там просторно, там больше выбор, больше ассортимент, и есть какие-то продукты, которые в пятерочке есть, в магните нет, или наоборот, в магните есть, в пятерочке нет, и какое-то время я ходила и в пятерочку, и в магнит, я чередовала, что-то покупала в магните, что-то в пятерочке, Ну а потом как-то вот все-таки больше пятерочка мне, во-первых, карта вот эта выручай карта, у меня там бонусы накапливаются, и потом через какое-то время, допустим, я там пошла, я вам говорила, показывала, да, там на 800 рублей бонусов у меня накопилось, и я пошла там на 802 рубля получилось, что я купила товар, и я заплатила 2 рубля 800 рублей бонусами. Да, просто так свалились с неба и все. Потом в пятерочке до часу дня там идет пенсионерам скидка, 5% это ежедневно, каждый день, кроме понедельника, в понедельник 10% вообще скидка идет, но это же тоже здорово, да, это тоже приятно. В магните карточек бонусных не было какое-то время, потом они появились, ну вот до сих пор у меня карта магнитовская есть, но честно говоря, я не вижу, каких она мне дает преимуществ, то есть она не накопительная, или там накапливается такой мизерный процент, что я даже на него и не смотрю, вот, то есть я даже вот не считаю, что там какие-то бонусы у меня есть. В общем, по такой причине. А лента, она вообще находится от меня далеко, и я не знаю этот ассортимент, как бы, мне нужно будет просто, тут же в пятерочке я уже попробовала то-то-то, и что-то выбрала, и беру уже какие-то конкретные вещи, да. А в ленте вот я заходила, ну я смотрю, товар мне незнакомый, брать его, пробовать, ну методом тыка, в общем, и при том, что это далеко, не в нашем районе находится, поэтому, в общем, пятерочка-пятерочка меня устраивает. Также доставка с пятерочки, я уже выбираю товар, который я знаю, который я уже пробовала, все, я раз-раз-раз по списку набрала товар, мне его принесли, я набираю товар всегда, чтобы промокод уже был, то есть доставка у меня уже бесплатная получается. В общем, быстро, за час у меня все тут уже на месте, все, короче, меня очень устраивает доставка, все мне подходит, все мне устраивает. Вот, на этот вопрос я вам ответила, потом уже несколько вопросов у меня было, где я покупала подарок Денни. Девочки, вот сейчас, если я пойду искать опять, я уже не найду, мне опять придется это все искать по этим лабиринтам, торговый центр «Горизонт», я в нем не ориентируюсь. Я помню, что я там шла, шла-шла, и где-то островок какой-то вот наткнулась, я на него увидела на витрине, вот эта вот штука лежит. Подошла, спросила и купила. Кто-то даже написал, вот несправедливо, вы Денни на день рождения подарили этот подарок, а Насте вы хотите подарить просто так. Ну, девочки, вы же знаете, что я люблю делать подарки, подарки родственникам, соседям, и несмотря ни на какие, я никогда не люблю дарить подарки вот к какому-то празднику. Я раз подарок есть, взяла, подарила и все. Мне не важно праздники, просто вот Денни к дню рождения, я шла попутно, искала подарок, потому что я же не могу в Денни без подарка прийти именно в день рождения. Ребенок ждет подарки, он ждет игрушки, вот я ему искала игрушку. Ну, Насте захотелось такую же, я такую же куплю, и не важно день рождения или нет. Пусть играет ребенок, это же мои внуки, я люблю. Соседям делаю подарки, всем делаю подарки, то с Василька, то еще там откуда-то. Ну, все равно какие-то подарки вот у меня есть, кому что подарить, я беру, дарю. Я вижу людям приятно, мне приятно, я делаю такую вот, знаете, как атмосферу приятности создаю, чтобы было людям приятно и мне приятно. Кто-то написал такой вопрос, а почему вы не общаетесь со свахой? Со свахой, то есть вот со свахой, это со свекровью дочки. Девочки, я с человеком только познакомилась, ну как вот я могу, только познакомившись с человеком, наше общение снимать на камеру, это вообще как-то даже неприлично. Хорошо, что она еще не против, было даже того, что я мельком просто ее показала. Но моя соседка, например, моя подруга, да, мы с ней каждый день видимся, она мне попросила, чтобы я ее не снимала. Вы ее хоть раз видели у меня? Нет, не видели. Человек не хочет, чтобы снимали. Так что, ну, какие-то приличия же тоже должны быть. Я же блогер, но не до такой степени, чтобы наглеть уже, да, и снимать людей, которые, может быть, и не хотят сниматься совсем. Одна подписчица мне настоятельно прям рекомендует съездить в Спортмастер Дисконт и снять. И она уже не один раз написала такой комментарий, вот, поезжайте в Спортмастер Дисконт, снимите нам, покажите. Вот, девочки, ну, я не могу все бросить и бегом бежать в этот Дисконт. Я понимаю, что там, может быть, дешевле обувь, она имела в виду, я так поняла, кроссовки, что вы там купите за 2 500. Во-первых, у меня 41 размеры. Сколько я ищу обувь, которая действительно, вот, чтобы она была хорошая, ну, ноги, там у меня и косточки, и все, как бы, ну, и болят. Так, немного так же, как и все. И потом от удобной обуви зависит наше общее состояние. Это мне так врач ортопед вообще объяснял. И я уже поняла, что на обуви экономить нельзя. Вот тут я могу любую тряпочку одеть, и мне вот лишь бы она была комфортная, лишь бы не давила. На один, на два размера больше беру даже специально, чтобы она прям висела на мне, чтобы мне нигде ничего не, дискомфорта не было от движений. Вот, но обувь мне должна быть прямо, пусть она сколько бы ни стоила, мне на обувь денег не жалко, она должна быть мне удобной. Это номер один, самое главное. Ну, и красивая, чтобы она мне нравилась, это обязательно. Ну, и так как у меня 41 размер обуви, мне, естественно, эта обувь не ходовой размер, найти очень трудно, чтобы она и нравилась еще, и размер подошел, и нигде ничего не давила, и все. Поэтому мне приходится прошагать очень много магазинов, перемирить кучу обуви вот этой вот, да. Я уже во многих была в магазинах, и понятное дело, что бывает, вот так раз видишь, что-то нравится, хочется, а нет моего размера, вот все, последний размер, а он мне жмет. Вот такое часто бывает. И я не могу вспомнить ни разу, чтобы на мой размер обувь была со скидками, потому что это такой, знаете, востребованная вообще-то размер на самом деле, но он почему-то редкий. Поэтому он разбирается, и без скидок на него скидки не дают. Поэтому я не рассчитывала что-то искать где-то дешевле, я и так уже много чего обходила для того, чтобы купить то, что я хочу, и уже сколько по-моему стоило, 7 тысяч кроссовки, нормальная цена меня устраивает, я взяла и все, и кайфую теперь, хожу, просто получаю удовольствие, вот так. Ну и все, девочки, вот все вопросы, которые я сейчас вспомнила, на эти вопросы я ответила, если что-то не вспомнила, ну либо я там пишу, либо я, может быть, отвечу в другом как-то влоге. Все, на этом я хочу видео свое закончить, мне нужно будет сейчас его еще смонтировать, и сегодня ехать на торжество, на день рождения Бенечки. Не знаю, что я там сниму, если там будет музыка, много не наснимаешь, в общем-то. Ну и не хочется, честно говоря, воровать контент у дочки, пусть она больше там, может быть, снимет, больше покажет. А может быть, что-то она покажет, что-то я покажу. Так что смотрите и ее влог, и мой влог, в любом случае, что-то у нас будет где-то разное видео. Я так думаю, что одно и то же снимать я не люблю, когда мы сильно там камеры снимаем. Ну ладно, в общем, девочки, на этом я с вами прощаюсь. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь, и до новых встреч. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok